Им подвластно время, они умеют останавливать мгновения, закупоривать воспоминания и хранить историю веками. В середине июля свой профессиональный праздник отметили фотографы. По статистике, сегодня за день делают больше снимков, чем за первые сто лет изобретения фотографии. Но кто он, современный профессионал? Поговорили об этом с курскими создателями фотоистории разных поколений. Фотографией я начал заниматься с 10 лет, вот уже больше 50 лет занимаюсь фотографией. Почему именно фотография? Какой-то был парыв душевный или кто-то, может быть, в семье пример показал? Мама моя, когда училась в физинституте, получала сталинскую премию, стипендию. И как-то на свою эту стипендию она купила фотоаппарат ФЭД первой модели. И вот она занималась фотографией. Когда я родился, этот фотоаппарат тихомерно лег в комоде. Ну, я потом подрос и так заинтересовался им, что его постоянно потихонечку там трогал, вот доставал втихаря от мамы. И мне всегда было интересно, как он работает. И вот когда я уже перешел в 4 класс, мы переехали на волокно жить, я пошел в дворец культуры, в ходу кружок. И мама мне отдала фотоаппарат. Вот с этих пор я и занимаюсь фотографией. Андрей, в общем, не знаю, как было раньше, но сегодня точно твои работы идут впереди тебя. И, наверное, тебя большинство людей сегодня именно знают как фотографа-губернатора. Накладывается ли в связи с этим какая-то ответственность или какие-то сложности у тебя возникают? Или быть фотографом-губернатора ничем не отличается от того, чтобы быть каким-либо другим фотографом? Ну, в жизни немножко перемены, они пришли в связи с этим, но они с другой стороны пришли. То есть я как будто бы стал более воспитанным и более каким-то осознанным. В этом плане я благодарю Бога постоянно за всякие вещи такие. Вот одна из таких вещей, что мне вот повезло. То есть меня когда брали, ну сказали, ну, конечно, там надо сделать определенные иногда задания, то есть определенные какой-то, может быть, кадры или еще что-то. А так, делай, что хочешь. Вот так вот мне сказали. То есть просто интересовало именно то видение, как я это преподношу. А что вы любите фотографировать? Что для вас представляет наибольший интерес, вам нравится? Ну, наибольший интерес для меня представляет просто обычная жизнь. Я не люблю снимать всякие красивости. Такие там пейзажи тоже не совсем мое. Для меня обычная, чаще даже городская жизнь. Вот люди. Я считаю, что красота – это не то, что все считают как бы за красоту. Чаще всего за красоту люди многие принимают красивость. А бывает так, что старого человека, сфотографировавшего, он получается гораздо красивее, интереснее, картинка получается, чем какую-то там гламурную даму сфотографируешь. То есть для меня обычная жизнь – это, собственно, смысл фотографии. Когда каждый фотограф ищет свой некий путь, вот, и изначально тебе хочется там работать надо всем, прежде чем ты там разберешься, что именно. Я, например, из-за этого очень сильно переживал, потому почему я, например, не могу, или как-то мне трудно, или не хочется делать вот что-то, связанное с портретами, с какими-то такими студийными. Когда есть много реквизита, макияжа и прочие такие вещи, ну вот проекты такого фэшн-плана. Вот. Потом я через, в какой, лет пять назад, когда изучал физиогномику, понял, с чем это связано. То есть у меня скос психики идет на нос, то есть на выявление неявной информации. То есть визуальное, как бы, восприятие у меня самое, в принципе, задавленное. Вот. Поэтому я всегда, как всегда, искал историю, всегда какие-то моменты ловил с точки зрения психологии. Как-то стала ближе к картинке интересовать такого вот уровня, как вот на библейских картинах, когда много людей, между ними явные взаимоотношения, там, композиция и прочее. То есть, вот. И я не могу сказать, например, трудно это делать или нет, потому что у меня есть свойство к этому склонности. Фотография для тебя – это искусство или это все-таки ремесло? Я как-то его никогда и не ставил. То есть искусство, ремесло. Мне, вот это то, что мне именно нравится. И я, ну, к счастью, этим зарабатываю деньги. То есть, ну, в каком плане ремесло? Конечно, есть моменты определенной ремесла, когда вот есть много людей, тебе там каждого надо сфотографировать. Ну, например, на каком-то вручении. Ну, понятное дело, что это некий алгоритм больше ремесленный. Но при всем при этом есть моменты, когда ты сам именно думаешь. И именно твой подход. Вот что ты там придумаешь, так ты и сделаешь. То есть для меня именно этот важный момент был. И мне именно это и предоставили. То есть в полную такую, я бы сказал, свободу. Ну, я же себя не воспринимаю там вообще каким-то состоявшимся. Я даже себя фотографом не воспринимаю. Я как-то вот, ну, человеком себя воспринимаю и все. Поэтому, ну как, смотря что называется состояться. Для меня, например, состояться – это когда ты получаешь некий отклик. Вот. Когда ты чувствуешь отдачу от того, что ты делаешь. И вот. И в этом плане, то есть у меня, по крайней мере, какой-то дофамин, эндорфины, по крайней мере, ну, регулярно вырабатываются просто от того, что, ну, меня, мне там хвалят и ценят. Я это чувствую. Дело в том, что там есть и тот, и другой элемент. Вот. Смотря, смотря, чего хочет именно вот фотограф. Если он хочет зарабатывать деньги на этом, да, это ремесло. Это ремесло. Даже если он при этом какие-то там делает супер-пупер красивые картинки. Вот. Я себя не считаю профессионалом-фотографом, потому что на доходы от фотографий я, наверное, не прожил никогда. Да. У меня фотографии бывают, вылеживаются десятилетиями. То есть это не так, чтобы снял, отдал, заработал. Можно ли, на ваш взгляд, научиться видеть, да? Потому что вот говорят, что талант фотографа в том, чтобы сначала увидеть, да, этот кадр, а потом уже его запечатлеть. И вот этому можно научиться? Да, можно. Можно. Ну, для этого нужно постоянно как-то вращаться в этой среде. Ну, с кем-то разговаривать. Какие-то журналы смотреть, книги читать. Другое дело, что сейчас в связи с этим, ну, с распространением интернета гораздо больше такой вот попсы, который выдает себя за искусство. Вот. Ну, лучше читать старые какие-то книги, старые журналы. Вот я, например, считаю, что я вырос на журнале «Ревью фотографии» Ческ. Потому что это было в советское время, такой, наверное, единственный журнал, в котором не было пропаганды явной, вот, как бы, такой. А там были интересные снимки, и очень часто даже там были снимки каких-то западных мастеров, которые в журнале «Советское фото» практически не печатались. То есть интересно было всегда, как бы, немножко с другой стороны посмотреть на жизнь. Очень часто и такой шаблон есть в плане восприятия работы фотографа, когда говорят какие-то творческие люди, там, фотографы, и начинают наделять это каким-то, ну, более таким эзотерическим, там, одухотворенным значением, чем это есть на самом деле. Я считаю, что до определенного уровня ты можешь дойти просто, выполняя определенные алгоритмы, ставя их перед своим психикой. То есть если ты будешь постоянно перед своей психикой ставить вопрос, как, где можно посмотреть там на мир с точки зрения там какого-нибудь стаканчика от кофе, где он будет казаться там уходящим вдаль там ракетой, да. То есть понятное дело, если ты так ставишь вопрос, то у тебя будет развиваться закономерно видение какого-то кадра, и все. То есть это тот навык, который ты можешь именно развивать. Удачный кадр для тебя – это что? Он какой? А это, я так понимаю, есть какие-то гармонии, которые свойственны биологическим организмам, и вот ты просто видишь, и тебе приятно. Ну, на человеческом языке это называется, например, там, композиция хорошая, или вот, ну, когда кадр, опять же, ты вот говоришь, что мне кажется, мои кадры передают историю. Вот когда ты передаешь историю, которую люди воспринимают так же, как и ты запланировал, то есть вот просто смотрят кадр, и когда тебе что-то говорят, и ты чувствуешь, что это именно те мысли и те слова, которые проходили у тебя в голове, когда ты его делал или обрабатывал этот кадр, ты понимаешь, что ты, значит, получается, для этого человека со стопроцентной точностью передал смысл. А это и говорит о том, что, значит, что-то удалось. Трудно сказать, очень трудно сказать. Это, ну, для меня, в первую очередь, как бы, сама ситуация должна из этого кадра проникать в душ человека. Ну, и чисто композиционно тоже, потому что я, например, в первую очередь вижу кадр пятнами световыми, темными, вот, то есть как они располагаются, распределяются на плоскости кадра. Бывало так, что даже когда старые, вот, пленки в фотокрошке, когда дети проявляли, смотришь эту пленку, ну, без всякой лупы там смотришь, и видишь, что, ага, вот интересный какой-то момент. По пятнам, хотя ты не видишь еще там даже деталей каких-то. Возьмешь лупу, посмотришь, ага, да, правда. Был даже такой интересный момент, когда мальчик сфотографировал своего брата маленького, который спал в постели, просто у меня там смято вся была, одеяло было смято. А я увидел на этом маленьком кадре при просмотре лицо человека, такое, как бы нарисовал, допустим, Сальвадор Дали. И потом распечатывал его несколько так, законтрастил кадр, чтобы деталировка была больше на светлом и темном, а не на отдельных там мелких деталях. И издали показывать, ой, что это за лицо такое страшное. А я говорю, смотри поближе, а это ребеночек спит там, пятилетний. Как ты думаешь, о чем мечтает фотограф? Много всяких шаблонов разных по поводу, о чем мечтают. Кто-то, например, мечтает, чтобы там ему перестали звонить и требовать там фотографии. То есть, ну вот если в целом, если мы все вот это вот откинем, то наверняка, как и каждый человек, который вот в комментариях пишет там плохие вещи, каждый человек, вот и в том числе фотограф, хочет быть услышанным и верно понятым и оцененным. То есть, я считаю, это нормальное, как бы, свойство биологического организма, там вот попытаться обратить на себя внимание, сказать, вот посмотрите, я, я же вот такой, я такой единственный на земле. И это, ну, нормальное свойство. И оно вот, главное, чтобы оно вырождалось именно в такой процесс, который будет адекватно понимаем и приносить тебе не какие-то склоки, а вот подъем некого удовлетворения со своей работой и, ну, почитание в обществе. Потому что, ну, если тебя ценят, это хорошо. Я раньше этого не понимал, а потом буквально работал где-то там в Кока-Коле мерчендайзером, я там бутылочки каждый расставлял. Бывало, и по 13 часов работал в метро, но тем не менее бутылочки выставлял там ровненько надписью. Вот казалось бы, кто меня заставил, никто не заставлял. Ну, так получалось, что меня за это ценили, а я это чувствовал, и мне было просто очень хорошо от этого. Трудно сказать, трудно сказать. Наверное, как можно большим людям показать свои снимки, и чтобы они получили отзыв, отзыв такой, отклик именно душевный, чтобы совпало вот взгляд фотографа с взглядом зрителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова